www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Несса Берзиня, оператор прямого эфира Евгений Копеин. И тема нашего сегодняшнего разговора – собаки. Не просто собаки, а те, которые помогают нам, нашему государству, пограничникам, таможенникам, справиться с тем потоком контрабанды, которые, естественно, как вы сами понимаете, из-за роста наших цен приходят к нам с разных сторон, и с Востока и Запада, скорее всего. Ну и чтобы поговорить об этих замечательных умных животных, я сегодня пригласила в гости, во-первых, специалиста пограничной службы Евгению Корную и Александру Хвисевичу. Она главный инспектор кинологического отдела Рижского управления пограничной охраны Латвии. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Я напоминаю, наши телефоны – 672-12-93-9, 672-13-93-9, или можете задавать свои вопросы, комментарии оставлять на нашем портале mixnews.lv. Итак, пограничные собаки. Ну, у меня такое представление, это по советским фильмам, да, там собаки, которые мужественно вообще предотвращают проникновение на территорию страны, всяких шпионов, плохих людей и разных-разных, в общем-то, вещей, жутких, и иногда даже гибнут, защищая не только границу, но и своего хозяина, военнослужащего, который с ней работает. Вот сегодня пограничные собаки. А, ну, во-первых, начнем, наверное, все-таки, Евгения нам расскажет, вот какова роль в процентном таком статистическом участии в той борьбе с контрабандой, которая у нас ведется. То есть собаки каждый раз участвуют в этих рейдах или нет, много ли они нашли, вот как проявили свои таланты. Ну, я хочу сказать, что собаки пограничной охраны Латвии, служебные собаки, не только контрабандой занимаются, это не главная роль, а, значит, главная роль – это охрана нашей границы. Значит, и собаки, есть разных специализаций в пограничной охране, может, про специализацию немножко дальше Марина расскажет, Александра расскажет, извините. А я хочу рассказать об общем, что у нас существует служба, значит, кинологическая служба, которая находится в Резакно, где у нас учебный центр находится, и, значит, это специальная служба, в которой работают и обучаются кинологи, это люди, которые, значит, воспитывают этих собачек, которые уже, значит, далее учат их, как, значит, на границе найти следы преступников или тех, кто нелегально пересекли границу, как выявить те же самые контрабандные сигареты или, скажем, взрывчатку, или найти людей, которые спрятаны в автомашинах, возможно, какой-то нелегальный перевоз. Вот, значит, этим в пограничной охране Латвии занимается 131 собачка на данный момент. Они вот интересны. Судя по фильмам, это все овчарки немецкие. Это в основном. Вот Александра расскажет. Да, это на самом деле действительно в массе свои немецкие овчарки. Также очень такая популярная нынче порода – это бельгийская, бельгийская овчарка малинуа. Также у нас есть лабрадори и дриверы. Ну, есть такие, скажем, мы их называем миксы. Это собаки смешанных пород. Чаще всего это немецкая овчарка смешанная с бельгийской овчаркой с очень потрясающими рабочими качествами. Ну, вот в основном такие собачки у нас. А вот утверждения говорят иногда, что дворняга, но я не имею в виду, совсем такая маленькая кучерявая, да, такая непонятная, там, в каком поколении у нее была порода, но что они наиболее приспособлены, адаптированы к условиям жизни, поскольку в них перемешалось столько всего, что... И они вынуждены выживать в таких сложных условиях, что они очень такие умные, легко обучаемые. Вот как-то так вот у вас таких встречалось с ревосозом все-таки породы. Такие у нас тоже, конечно, встречались, но, в принципе, получается, что чем хороши эти породы, тем хороши породы, которые я назвала, это тем, что эти собаки целенаправленно долгие года занимаются именно этой программой, именно служат человеку, служат на границе. Поэтому... То есть у них из поколения в поколение получается. Да, это уже получается не только... Частично это уже на генетическом уровне, и с такими собаками гораздо проще работать. Сложнее будет, если мы возьмем собачку на улице и чего-то с нее добиться. Это будет, скорее всего, преданный домашний любимец, но навряд ли это будет служебная собака. Но не страж государственной границы. Нет, 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 потому что очень высокие требования к служебным собакам. Это ежедневная, практически ежедневная работа, это достаточно сложно. И физически, и морально. Нужно другого типа собак. А у вас вообще, думаю, есть собака? Да, у меня две собаки. Тоже такие породистые? Породистые. Пограничные. Они породистые, но они не пограничные. И к классификации тех собак, которых я называла, не имеют никакого отношения. Это вообще малая английская борзая. Совершенно другого плана собака. Но собака для дома, для души, для спорта. Потому что держать бельгийскую овчарку для дома, это достаточно сложно. Это собака, которая требует очень много внимания, активности, и моральных, и физических нагрузок. Это очень сложно. Поэтому у меня другая собака, другой породы. Женя, у вас собака есть? Да, у меня есть собака. Вот именно та, про которую вы говорили. Двор-терьер. Очень преданная, домашняя. Но я скажу, что она умненькая. Не, ну никто как бы в интеллекте, наверное... Трудно отказать вообще собакам как таковым. Просто у них, наверное, как у людей, разные характеры. Характери, безусловно, разный. Интеллект очень развит. И я думаю, что порой мы недооцениваем собак в интеллекту. Они умнее, чем нам кажется. Да, я думаю, что вот это определение, как братья наши меньше, иногда такое немножко снисходительное имеет оттенок. Но не всегда и не все люди оказываются братьями большими. Особенно учитывая иногда такие нервные стрессы, когда собак начинают там терроризировать, бить и вообще всячески унижать. А она продолжает хранить верность, в общем, до конца своей жизни. Итак, всё-таки вы продолжите, Женя, статистику. Хотели бы нам сказать, что всё-таки какова роль в нашей погранслужбе собаки? Вот по статистике в 2012 году у нас существуют такие данные, что служебные собаки были использованы около 8 тысяч раз на границе разного рода проверках. И, значит, проверено более 15 тысяч автомашин именно собаками, значит, 37 поездов и 166 кораблей. То есть в порту они тоже работают? Да, даже в порту, да, работают. Хочу добавить о кинологе и собаке. Вот когда мы приходим в школы и, значит, агитируем, чтобы шли к нам учиться в пограничный колледж, тогда, конечно, с собачками очень легко заинтересовать. Ну, детям нравятся, животные. Но мы в то же время и объясняем, что если человек хочет стать кинологом, значит, ему нужно смириться с тем, что собачка, которую он берёт, маленькую 3-4 месяца, значит, в его семье появляется новый член семьи, и он должен с этой собачкой и днём, и ночью, и в погоду, и не в погоду, и в выходные всегда быть вместе. Это нельзя на работе поработать с этой собачкой и забыть про неё. Собачка живёт у кинолога дома. Нужно о ней заботиться как о своих членах семьи. И вот именно эти 8-10 лет, которые служебная собачка служит на благо народа, на благо пограничной охраны Латвии, нужно с этим иметь в виду и быть к этому готовым. Если человек к этому не готов, то не нужно мочить себя и собачку. Ну, справедливо, вот я хотела у вас, Александр, спросить, вот говорят, что возраст, ну, чтобы определить так в человеческом понимании возраста животного, надо умножить на 7 примерно. Да, примерно мы так считаем. И это получается, значит, 8-10 лет. До 70 лет, да, собака служит. 70 лет собака, да, у них пенсионный возраст побольше, чем нам сегодня предлагает правительство, конечно. Так что нам, может быть, не стоит жаловаться. Ну, вообще-то... Собаки работают дольше. И хотелось бы вот узнать еще, вот вы говорите о том, что порода имеет значение в данном случае, да, вот насколько она будет работоспособна, насколько она будет так, ну, эффективно, как бы, находить вот преступников. А вот характер, то есть различаются же характеры, наверное, одна порода, но характеры разные. А вдруг получается, допустим, что собака, которую взяли вы, кстати, откуда их берете, из каких-то питомников? Ну, есть, на самом деле, несколько вариантов, но главным образом, вот непосредственно в Резекне, в колледже, в пенологическом центре рождаются щенки. То есть там как питомник существует, да? Питомник, да. Соответственно, мы их дальше бракуем, бракуем тех собак, которые нам не подходят по тем качествам, которые мы хотели бы видеть. Во-первых, это здоровье, это нервная система, и это так называемые охотничьи инстинкты. Ну, если попроще говорить, то собака должна хотеть работать. Она должна отдавать, ну, за это душу, в принципе. Есть собаки разные. Бывают такие лентяи, которых там, ну, не поднимут же, грубо говоря. Поэтому такие собаки нам не нужны, они не горят. А что вы с ними делаете? Мы списываем таких собак. А что это значит? Это значит, что они не идут на службу, а мы их просто продаем. Людям, скажем, человеку охранять хутор или дом, может быть, такая собака будет просто замечательная. А вы, кстати говоря, вот говорят, обычно пишут, да? Адам щенка или котенка в хорошие руки. Вы учитываете, может быть, там эту собаку запуют в цепи и вообще будут над ней измываться всячески. Как-то смотрите на тот потенциальный хозяин, он какой? Ну, чаще всего, на самом деле, хозяева будущих щенков бракованных – это люди, которые стоят в очереди, во-первых. Во-вторых, это люди, ну, чаще всего, которые сознательно хотят собаку, служебного пограничного питомника. Ну, это уже люди немножко такие, скажем, достаточно ответственные. Они искали, они ждали, ждали год. Это достаточно ответственные хозяева. То есть, а вы как-то не прослеживаете, если, допустим, неподалеку где-то приобрел человек? Вы там не приезжаете навестить, посмотреть в каких условиях собачках? Прослеживаю, конечно, да. И даже иногда они к нам приходят с какими-то вопросами, может быть, помочь что-то решить, потому что, ну, там, какие-то трудности в воспитании, выращивании возникают. Да, конечно. Не всех, но отчасти. То есть, как вы говорите, собака ленивая предпочитает лежать на диване. И не хочет охранять хутор. Да, потом она начинает охранять косточку от хозяев. Ну, разные ситуации бывают. Ну, конечно, смотря какие хозяева. Может, они готовы как бы посягнуть на косточку, когда придется от них. Они имеют право на это, на самом деле. Кто? Хозяева. Посягнуть на косточку? Конечно. Ну, как-то, в общем, с точки зрения собаки, я не уверена, что это на самом деле такое право. Хозяин – это лидер, это главный в стае. Собака – это стайное животное. И она воспринимает людей вокруг себя, как стаи. Как свою стаи. И воспринимать она правильно должна. Люди – это главный в стае, а она последняя. Бывают собачки, которые себя воспринимают как выжака стаи, и тогда возникают такие проблемы с косточками и с другими вещами. Вы говорите о том, что собаку, ну, как раньше говорили, я не знаю, там, натаскивают на определенный вид поиска, да? То есть это могут быть наркотики, это могут быть сигареты, это могут быть, ну, нелегально провозимые люди в каких-то фургонах, что-то еще. Вот каким образом это происходит? То есть не вредит ли на самом деле собаке, особенно что касается наркотических каких-то средств, поскольку вот все, ну, нюх у нее от этого не страдает, если она работает, ну, скажем так, в этой сфере. Да, все понятно. Я хочу вот к вышеперечисленным, скажем, специализациям собак еще приплюсовать поиск следов человека, и еще у нас есть такая дополнительная специализация, это поиск опасных преступников. Но насчет того, что портится нюх, однозначно нет. Нюх, может быть, больше портится, когда мы работаем на корабле, там ужасный запах химических веществ, там гораздо больше портится нюх собаки, чем при поиске каких-то веществ. А вот те преступники, которые вы лоите, вот в кино, опять же, если возвращаясь к классике наших знаний о пограничных собаках, да, основе, там вот существуют такие методики, там посыпать, я не знаю, чем-то следы, там, чтобы отшибло, там, даже, по-моему, истории про Шерлока Холмса даже были такие вещи, там, какой-то мазут или что-то такое. Да, да, конечно, все это есть, и на самом деле люди, которые занимаются контрабандой, безусловно, все это используют. Но я хочу отметить, что в работе не собака работает, работает команда. 50 на 50. Соответственно, мы не можем полагаться только на собаку. Собака – это большой вспомогатель при работе, большой помощник. Получается, что если у меня есть какие-то вещи, которые мне кажутся очень странными, то я обязательно буду углубленно проверять, скажем, ту же машину на границе и буду использовать собаку. А вещи такие есть, там, тот же мазут, есть очень много сейчас спреев, которые вообще отпугивают запах, запахом собаку пугают. Как раз-таки в такой машине, в которой моя собака обойдет на границе, я еще больше привлеку внимание. Получается, такой обратный эффект. Я по своей собаке пойму, что там что-то не так. Что они решили обезопаситься каким-то образом. Да, что они чересчур перестраховались, моя собачка не подходит к машине. К одной подошла, ко второй подошла, к третьей не подошла. Что-то здесь не так, подумаю я. Это в назидание тем, кто занимается контрабандой. Иногда это обратный эффект имеет и не стоит рисковать. Так, у нас время для выпуска новостей. Я напоминаю, мы сегодня говорим о служебных собаках на границе, о тех, которые ловят не только преступников, но и помогают раскрыть контрабандные грузы, сигареты, наркотики и прочие вещи. И у нас Александра Хвисевича, она главный инспектор кинологического отдела Рижского управления пограничной охраны Латвии и специалист пограноохраны Евгения Корна. www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал На Болткоме разворот! И снова здравствуйте. И на СБРЗНе Евгений Копейн наши гости Александра Хвисевича и Евгения Поздняк. Простите, я назвала Корна. Это ее девичья фамилия. Когда-то она под эту фамилию была у нас уже в гостях на радио. И мы говорим о служебных собаках пограничных. У нас звонок, мы его принимаем. Слушаем вас внимательно. Добрый день. У меня два вопроса, на которые я прошу ответить. По вашему Болтку прошла такая информация, что для погранслужбы закупили 6 собак за 30 тысяч. Скажите, что это за собаки такие? Это раз. И второе, какое наказание получил господин генерал Пукет из-за того, что он расстрелял своих собак, как инвентарь. Спасибо. Спасибо. Курси вы этой темы? Во-первых, про цены. На самом деле, вот столько собаки могут стоить? На самом деле, собаки стоят примерно до полторы тысячи евро. Это нормальная цена для Европы абсолютно. Мы покупаем собак, не только выращиваем у себя в колледже. Соответственно, у нас были разные собаки. И за 200 латов, и за 300. Ну да, к сожалению, иногда это стоит и дороже. Особенно, если это подрощенная собака. Там, собаке год, и мы знаем уже ее потенциал. Не надо в нее вкладывать столько времени. Она может стоять полторы тысячи евро. Ну, навряд ли это будет 30 тысяч евро за шестерых. Ну, не знаю. Честно говоря, я эту информацию не видела. Она как-то, наверное, прошла мимо меня. Поэтому я бы, конечно, обратила внимание. Ну, а насчет господина Путет, ну, я думаю, тут... Это не к нам. Это не к вам, да. Так, у нас еще тут появился такой вопрос, комментарий на нашем портале, что человек купил... А, вопрос. Ну, например, он говорит, вчера купил автомобиль там какого-то года, еду через границу, собака реагирует на сиденье в салоне, мне его таможнее раскручивает, а наркотиков, оружие, денег, сигарет там нет. Скорее всего, когда-то были, в скобках пишет автор. И, как понимаю, таможенная страховка покроет на 100%, конечно же, попадая в базу, в кавычках, законопослушных граждан, то есть, ну, если машину так обследовали, счастливы, скорее всего. То есть, неблагонадежные на несколько лет. И вот, как вам кажется, вообще, вот если такой случай произошел, на самом деле человек может оказаться невиноватым, да, ну, мало ли, какую машину он приобрел, он же не знает ее доподлинной истории. Может какие-то вот такое дело сохраниться, вот на заметку взять транспортное средство, в котором нет? Нет. Если в этом автомобиле ничего не обнаружено... То никаких там этого быть не может. Естественно. Так, и тут еще как бы дополнение к этому вопросу, ну, такое, скорее, предложение, что, может быть, с помощью таких собак делать профилактику наличия наркотиков, допустим, в школах. На самом деле, очень хорошее замечание, и надо сказать, что, в принципе, мы этим пользуемся уже. Мы достаточно часто выступаем в школах, ну, либо к нам подходят учителя, просят там, ну, неформально, ну, проверьте, пожалуйста, всех детишек. Во-вторых, у нас в программе самой есть такой пункт, что мы проверяем ряды все, где сидят люди, и спрятав тоже там наркотики. Собачкам можно найти как наши имитаторы наркотиков, так же, как и настоящие. И вообще, на самом деле, в последнее время достаточно много людей с этим вопросом обращаются. Ну, по мере возможности делаем, ну, в таком формате. А тут не получается какое-нибудь, опять же, нарушение прав человека, там, в школе без родителей нельзя, вот что-то такое, да? Да, да, да. Это, во-первых, я слышала случай не из пограничной охраны, по-моему, в прессе в прошлом году читала, что некоторые школы даже просят вот этого не делать. Это зависит от школы, от отношения к этому. Они просто не хотят выносить ссоры из избы, да, вот все. А некоторые школы, наоборот, хотят, скажем, чтобы собачка проверила, может быть, человека, ему просто учителю дать вот, ну, наставление, что здесь все хорошо, или вот посмотрите, пожалуйста, за этим молодым человеком. Может быть, стоит с такой точки зрения больше. За кем понаблюдать усиленно? Вот интересно, поскольку тут упомянули такой страшный случай с расстрелом собак, наша радиослушательница, мне бы хотелось знать, как дальше складывается судьба собак после того, как они официально уходят на пенсию? То есть пенсионный возраст, как мы выяснили? Да, 10 лет, да, примерно. Что с ними дальше? Дальше чаще всего собака остается у кинолога. Но ведь он профессиональный кинолог, ему, наверное, дают другую собаку, щенка, которую он должен воспитывать. Он же не может тоже вместе с собакой уйти на пенсию. Ну, да. Он остается работать, чаще всего берет следующую собаку, а заслуженный ветеран сидит дома. А собак награждают? У нас, я дополню, очень много разного рода соревнований, в том числе и международных, которые проходят в Резакно в колледже. И? И награждает как собаку. Чем? Я все про то, как им хорошо. Кубки, медали. Кубки, медали. От хозяина косточка с мясом побольше. Может, им какую денежную премию на усиленное питание? Они хорошо кормятся, на самом деле. Не надо усиленное питание. Ну, корм хороший, качественный. Поэтому... Кстати говоря... Так, у нас еще звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Вы знаете, вы как-то очень неуверенно ответили про собак на пенсии. Мне кажется, что судьбу их вряд ли вы прослеживаете. Скажите честно, что с ними происходит? Собачка, которая достигла 10 лет, ее списывают с государственного баланса и обеспечения. И дальше продают за символическую цену. Чаще всего ее покупает сам кинолог. И с ней точно ничего не происходит. Похоже, живет дальше до окончания своего века. Здесь чисто человеческий фактор. Кинолог 8 лет 10 уже отработал с этой собачкой. Он не может с ней расстаться эмоционально. И эта собачка доживает свою жизнь у кинолога. Чаще всего это у нас восточная граница в основном. Люди живут в домах, в хуторах, где свободное передвижение собачки. Ну, да, не в квартире. Да, действительно. Конечно, этих собачек хотят и приобрести те, которые стоят на очереди. Вот, где рассказывала... Ну, там уже довольно преклонный возраст получается. Да. Все равно хотят, потому что собачка обученная. Собачка с полукоманды слушается. Не только хозяина, но и любого человека. Но первую руку мы даем, конечно, своему хозяину, с которым он до этого жил и работал. Кинологу. Да, и, как правило, остается у кинолога. Кстати, надо заметить на эту тему, что, допустим, в той же Германии у них очень строго... Собака, с которой человек проработал 10 лет, обязана быть продана в другую семью. Это обязана. Почему? Ну, с точки зрения профессионализма, потому что, действительно, может быть, немножко тяжеловато иногда, когда дома есть маленький щенок и уже ветеран заслуженный. Ну, скажем, внимание делится на две части. Время тоже. С этой точки зрения вот в Германии немножко жестче. У нас все с точки зрения человечества. Так, вот у нас человек, который обращался с вопросом по поводу школ, там все остальное, он все-таки интересуется, это к вам, наверное, отношение, скорее всего. Ну, вот если на самом деле таможня, там, раскурочила, скажем так, грубо машину в поиске, не нашла ничего, вот существует ли какая-то таможенная страховка, которая покрывает это все? Ну, это нужно спросить у таможни. Мы пограничная охрана. Мы немножко, мы, да, мы рядом работаем, мы темно-зеленая форма, таможня темно-синяя форма, но у нас разная, мы находимся под разными министерствами, у нас разный подход к этому, потому что… Вы ничего не раскручиваете? Мы раскручиваем, но мы раскручиваем по своей информации, значит, а это именно когда уже есть в пограничной охране какая-то информация о том, или наша собачка указала на это, точно так же работает таможня. У них свои выработки… Ну, вы же должны знать вот о таких случаях, что-то как-то вот, ну, раскручили машину человека, он не виноват, дальше что? Если он не виноват, машину скрутили, и никаких проблем, потому что если что-то нашли, то уже заводится дело, это, как правило, не административное, это если что-то находит, это уже серьезное дело, и тогда заводится, и вводится человек и машина во все возможные базы данные. Если человек не виноват, тогда никаких заносов не будет. Последствий не будет. Да. Вот мы хотели с вами поговорить, Александр, вот о каких-то, может быть, вы уже сказали, что бывают собачки, характеры разные у них, да, кто-то ленивый, кто-то не очень, кто-то очень работоспособный. Вот какие-то курьезные, может быть, случаи, вот поскольку вы давно работаете с собаками, то есть не непосредственно, как я понимаю, но вы наблюдаете за это или вы работаете? Не, ну, я 8 лет отработала посредственно с собаками, с щенками, выращивая их, воспитывая. Сейчас у меня работа немножко поменялась. Ну, случаев, конечно, много, действительно, есть разные. У нас была такая ситуация, скажем, активная собака, там, очень деловая, все замечательно, порезала лапу. Ну, у всех бывает. На самом деле, рана была небольшая, ничего страшного, но так как на улице было достаточно сыро, решили замотать лапу. Все, собака не встает на лапу вообще. Идет вот на трех лапах. Ну, что делать? Там день-то так, ну, там, полторы сутки прошло. Ну, что-то надо делать. Замотали вторую лапу, все прошло. Собака начала передвигаться на всех четырех. В общем, она забыла, какая лапа была больная, так как перевязаны обе. Интересная у нее реакция все-таки. Да, реакция была такая, паника, в общем. Был случай такой тоже, когда я еще работала в колледже. Щенки где-то месяца 4, как раз из оперы бракованных щенков. Ну, я с ними гуляю, тут, хоп, щенков нету. Я за угол, нету. Еще поискал, нету. Потом смотрю, что-то за дверью, кто-то шуршит. Захожу. Это было отдельное помещение. Стоят щенки, и из мешка наяривают корм. Просто наяривают. Это не кушают, это именно наяривают. Ну, на двоих за минут 10, ну, может быть, килограмм 7 они съели. Кошмар какой. Похожи были. Ничего не было, было все замечательно. Замечательно. Правда, похоже, они были на бегемотиков таких, да, разбувших. Ну, честно, пришлось два дня их вообще не кормить. Ну, проблем никаких, все замечательно. Чувствовали себя превосходно. Они, я думаю, даже, думаю, были просто счастливы. Ну, душу отвели все еще. Отвели душу, да, не по слову. А скажите, пожалуйста, вот нае, что касается корма. Сейчас, ну, вот этот искусственный корм как бы. Вы своих вот подопечных там балуете, ну, вот, как говорите, косточками настоящими, там, мясо? Или все-таки вы там какой-то сбалансированный корм предлагаете им? Ну, в любом случае, основа – это сбалансированный корм. Ну, конечно же, ну, я не знаю, здесь тоже, наверное, человеческий фактор играет роль. Ну, я не знаю, ну, если дома живет собака, ну, неужели ей не дам косточку, там, или, ну, косточка, может быть, не самый лучший пример, там, кусочек мяса, какое-то лакомство. Ну, конечно же, собаки получают. Ну, потом собаки же плотоядные. И меня всегда это, я понимаю, что это такая уже, как только появились эти корма искусственные, да, это началась такая вот активная кампания о том, что вот они самые полезные. Ну, боже мой, но ведь до этого жили животные, да, и кошки, и собаки, и ели они как раз, собственно, то, что едят люди, там, рыбу, там, мясо, картошку иногда, всякое разное. Да, кушают, кушают, не вопрос. И еще, ну, скажем, в процессе обучения мы тоже очень активно используем именно не корм, а что-то вкуснее. Натуральное. Особенно для щенков, да, это чаще всего натуральное, это кусочки мяса, сыр, еще что-то обязательно, иначе, ну... А вот по поводу обжорства ваших щенков, собака чувствует вообще предел того, да, что вот, ну, как-то как человек, да, что не надо много есть, да, вот, или она вот сколько дали, столько мы ухомячили. Ну, если говорить о лабрадоре-тривере, то это собака, которая съест... Готова есть всегда. Она готова есть всегда, и все, и в любом количестве. Там нужно строго ограничивать его доступ к еде. Что касается овчарок, чаще всего это собаки с умеренным аппетитом. Физические нагрузки, то есть собака, которая занимается поиском там преступников, она же не только вокруг машин ходит, а ей же, наверное, приходится иногда преодолевать какие-то расстояния. Да, конечно, на зеленой границе, как мы ее называем, там до 20 километров пройти нужно в день. Этот человек идет 20 километров, а собака идет все 40, она же идет не строго по линии, набегает. Она ищет. Так, и у вас был еще один случай, связанный с именем, вы говорили. Да, был тоже. Да, кстати, про имена. Кто дает имена собакам? Вы получаете их уже с именами. Если вы их покупаете, вот как говорили, там, по такой высокой цене, они уже приходят с именами. Они уже, да, с именами. Если они рождаются в Резикно, то мы даем, ну, там дают имена непосредственно уже каждому щенку. Есть какой-то принцип? Ну, есть принцип, да. Стараемся называть щенков на одну букву. Почему? Ну, чтобы было понятно, что это один помет. Угу. А вот я читала, помню, что должны быть какие-то звонки согласные в имени для того, чтобы, не знаю, там, как-то на слух животному это больше так вот реагировало. Ну, да, есть такое мнение. Ну, на самом деле, главное, чтобы кличка была короткая, удобная. Ну, не какой-нибудь Эрцгертик Фердинанд. Да, это будет сложно выговорить, сложно использовать. Как ваши собаки зовут? Моих личных. Нет, вообще. Да, вот тех знакомых вам. Ну, у нас, например, в рижском управлении есть такие собаки, как Арамис, Аверо, Чокко, Мода. Городка, понятно. И, в принципе, тоже достаточно звучно, и хотя буква Р не всегда присутствует. Хорошо, а вот с тем и минимумом, что там было у собачки или у девочки? Была такая история. Совсем недавно как раз тоже были на показательных выступлениях в школе. Выступила одна собачка, а потом начала выступать другая собачка. Я объявляю, что сейчас будет выступать лаборатор-ретривер. Собаку зовут Джулия. И тут такой голос из толпы. Вау! Я вообще не понимаю, что это происходит. Я смотрю на учительницу, так немножко смутилась. Ну, оказывается, девочку тоже зовут Джулия. Девочка так возмутилась сначала. Ну, мы говорим ей так с учительницей, ну, может быть, тебе стоит гордиться, что собаку зовут твоим именем, такую замечательную. Ну, вроде да, к концу. Ну, Джулия – это от Джульетты, наверное, все-таки от счастья. Ну, может быть, но там была реакция такая. Джулия – Джулия. В любом случае, они потом даже сфотографировались на память, как Джулия с Джулией. Джулия – первая, Джулия – вторая. И вторая, да. Скажите, вот не приходится ли вашим собакам попадать в такие ситуации, вот, допустим, идут разыскные какие-то действия, и человек, которого, ну, собака определила как правонарушителя, бросается на собаку, то есть она получает какие-то травмы, вот, такого не случается? Ну, честно говоря… А собаки часто страдают, допустим, из-за своих кинологов, то есть из-за своих друзей, когда могут возникнуть, опять же, какие-то там погони, я не знаю, там, на машине что-то собака, там, защищая, получая травму. Это все из кино? Ну, в большей степени, наверное, да. То есть, на самом деле, у них такая стабильная, с большой нагрузкой, размеренная, достаточно жизни. То есть они много работают, но таких вот экстремальных ситуаций в жизни служебных собак не бывает. Экстремальные ситуации, на самом деле, бывают, но заканчиваются они очень хорошо для собаки, я бы так сказала. Например? Ну, все-таки бывает, что собака используется там для осмотра помещения, где есть вооруженный человек, да, для поиска этого человека. Ну, случаев таких, чтобы собака была травмирована, я не знаю. В них стреляют? Нашей практики не было. Не было таких, слава богу, да. У нас был один невеселый случай в прошлом году, когда одна служебная собачка погибла. Это было в Курзаме, перед грозой, в частном доме, значит, собачка гуляла и испугалась грозы, убежала. Убежала, ввелись поисковые работы сразу же, с того момента, и, к сожалению, не нашли ее мертвой. Она от испуга, когда убежала, где-то полкилометра от дома, провалилась в открытой колодец в поле. И вот гроза, дождь, и в этом колодце вода, и ее просто не смогли найти вовремя. Потом поднялся вопрос еще был о том, чтобы, значит, ответственные за эти колодцы, чтобы все-таки проверили, закрыли бы крышками, потому что это не только собака, это человек может погибнуть в любой момент, если он не знает этой местности, не знает, где что находится. Ну, то есть, на самом деле, как я понимаю, ваши питомцы, они в относительной безопасности пребывают. Ну, да, сейчас достаточно мирное время, поэтому и собачки мирно работают. Ну, в любое мирное время бывают иногда довольно-таки серьезные обстоятельства, особенно, я думаю, на границе, поэтому... Ну, бывает все, да. И все-таки, скажем, если говорить о собаках, которые ищут взрывчатые вещества, то это тоже немножко серьезнее. Так уже даже сам подход должен быть немножко серьезнее. Ваши собаки воспитаны так, что они не реагируют на кошек? Или они могут отвлечься от своей работы? В жизни собака может гоняться за кошеками, не любить кошек или, наоборот, их обожать. Ну, во время работы непосредственно, если она ищет, то навряд ли она отвлечется. Потому что для собаки это все-таки приоритетный момент. Работа это интереснее всего. Допустимо ли собаку наказывать за что-то, что она, как вы говорите, характер может быть какой-то? И как это происходит, если это происходит? Ну, наверное, у каждого здесь свое мнение будет. И даже несмотря на то, что система одна, но все равно каждый человек смотрит немножко по-разному. Лично мое мнение, я не против того, чтобы наказать собаку. Может быть, даже в единственном случае. Это когда она кусает человека. Ну, в частности, и хозяина, или кого-то другого. И как это то, что может происходить? Ну, лучше всего пользоваться таким же методом, как пользуется мама щенков. Она берет щенка за холку и немножко треплет. Или прижимает к земле. Это, наверное, самый лучший способ. То есть они тогда понимают, что они виноваты? Ну, да. Это неприятно, как минимум. Это наказание. Созрослая собака может быть немножко сложнее, конечно. Но если говорить про щенка, то таким способом можно. А по попе ударить? Нет. Как в книжках пишут, только не рукой. Да. Газеткой. А почему? Ну, потому что рукой гладишь собачку. Она должна привыкнуть к классике. Она не может. К хорошему. Да. Он тогда не будет знать, как реагировать каждый раз на руку. Это я прочитала в книжке, когда своего щенка воспитывала. Ну, понятно. Так, а если вот у нас спрашивают, есть ли у нас какой-то четвероногий герой в нашей стране, который заслуживает памятника? И как его зовут? Вот есть какой-то ветеран, который просто такая умница, разумница? Может, он уже сейчас не работает. Ну, на самом деле у нас была такая собака, может быть, достаточно легендарная. И она легендарна еще все-таки в тендене со своим хозяином. Это с начальником теологического центра Валдосом Бельковским. Эти собачки уже нет в живых. Зовут эту собаку, звали ее Роско. Ну, наверное, эту собаку можно отнести к легендарным, потому что, скажем, о пограничниках латвийских во всем мире узнали именно благодаря этой паре. А что такое? Так у нас время, чтобы коротко говорить. Ну, они, скажем, представляют Латвию на международных соревнованиях по так называемому биатлону с собаками. Это такой милитарный вид спорта. Ну, когда стреляют и бегут. Да, бегут, стреляют. Там есть какие-то дисциплины послушания, какие-то трюки. В общем, разные-разные. Такая длинная трасса в 10 километров с разными элементами. В том числе, да, с задержанием. Вот неоднократно эта пара становилась не призерами, даже и лидерами таких соревнований. Ну, я думаю, это, наверное, прежде всего того, что между ними царили такие любовь и понимание, когда двое становятся одним, да, независимо от того, что кто-то из них, как говорят, брат меньше, а кто-то больше. Потому что, я думаю, в любви не бывает меньших и больших. И спасибо вам большое наше время на исходе. Я напоминаю, у нас были в гостях Евгения Позняк, она специалист государственно-пограничной службы, и Александра Хвисевича, она главная инспектора кинологического отдела Рижского управления пограничной охраны Латвии. Инесса Берзини, Евгения Копеевна сегодня с вами. Я прощаюсь, Женя, еще остается. И хорошего вам дня, и, естественно, прекрасных выходных. Надеюсь, весна все-таки придет уже полноценно. Будьте здоровы! www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал